Особое мнение на 101FM 13.05 на часах, здравствуйте еще раз, меня зовут Владимир Сметанина Сегодня гость студии, это его именно, особое мнение Андрей Вавилов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области Здравствуйте, Андрей Николаевич, наконец-то вы к нам пришли Добрый день На нашем сайте, напоминаю нашим слушателям, эхокирова.ру Есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого мнения И есть также аудио и видеотрансляция нашего эфира Вот с какого хочу вопроса начать Андрей Николаевич, вы знаете, что у вас, по крайней мере, один человек Прочит к губернатору Кировской области Азиз Алиевич Агаев, директор компании Business Inform В особом мнении в понедельник на вопрос Светланы Занько Есть ли у нас внутренние человеческие ресурсы на должность губернатора Ответил, есть, например, Вавилов и Носков Ну, я думаю, что... На полном серьезе Ну, давайте так Первые иллюзий никаких по поводу губернаторства И как их губернатора назначают, не они То есть Азиз Алиевич ошибается? Ну, Азиз Алиевич... Чувствует у вас человеческий ресурс? Азиз Алиевич, что касается Эдуарда Алексеевича Бытность его первого зама Да, он работал в правительстве? Да, он работал в правительстве Он много работал с Коршунова Много сделал, я считаю, дел полезных И экономический совет тогда Прогрессивно работал Что касается... Давайте напомним, сейчас Эдуард Алексеевич возглавляет Кировское машиностроительное предприятие Я думаю, что Азиз Алиевич сказал о том Что некомфортно было бы работать с Эдуардом Алексеевичем В принципе, в любой должности Потому что ему было комфортно с ним работать Что касается меня, мы последнее время Азиз Алиевичем часто Ну, он сейчас ушел Но есть эксперт, или как у нас совет При главе администрации по развитию понимательства Не помню, как называется И часто наши позиции совпадали Поэтому, наверное, как бы у него сложилось мнение Поэтому, ну... А, то есть, чувствуя вас, некоего партнера-единомышленника Он... Да, в каких-то вопросах Поэтому я думаю, что Азиз Алиевич Во-первых, свободный человек в демократической стране Он говорит, что угодно и как угодно Кому угодно, тем более, что Москва у нас Так сказать, уважаемый радиоканал Поэтому, опять, какие-то комментарии Я повторю, что у меня иллюзиями Как назначаются губернаторы Или согласовываются, или все Что-то в нашей стране, у меня никаких нет Поэтому начиняться от этого поводу как бы не нужно Хорошо, высказались Хочу поинтересоваться Как предпринимательское сообщество восприняло новость Борест, губернатор Алькарской области Ну, есть предприниматели, которые даже руководили Общественной организацией Которые позвонили мне еще в субботу с утра И сказали, что А давайте собираться, давайте обсуждать Кто-то выступил Собрались в итоге? Еще нет Я попросил на понедельник, вторник перенести Воскресенье, в субботу Маловероятно, но пока Пока еще не консолидировались Я знаю, что Андрей Альбертович Маури говорил о том, что По идее, бизнес-обществу надо это обсуждать Поэтому На мой взгляд, тоже надо обсуждать Так как полномочия является равноприближенным ко всем общественным организациям Я, естественно, готов к диалогу Если такая инициатива появится от общественных организаций Просто собраться для того, чтобы поделиться мнениями Или все-таки составить там некий итоговый протокол Не знаю, какую-то бумагу Вот наша официальная позиция по данным поводу Ну, когда-то мы собрались Когда, допустим, был арест Березина Олега Юрьевича Мы собрались и определились И собрались и определили свою позицию В поддержку вы высказались Да, в поддержку высказались Причем не раз высказывались Поэтому я считаю, что мы Финанское сообщество Кировской области Можем собираться Обсуждать аналогичные вопросы И выносить консолидированное мнение И дальше как-то его двигать куда-то А в этой ситуации возможно Некое правосглашение поддержки? Или наоборот, не поддержки? Я бы за все бизнес-общество пока не отвечал А ваша личная позиция? Моя личная позиция Она, я сегодня на государственной должности Моя личная позиция Как человека Тюрьма никого еще не исправила Поэтому сидеть в тюрьме не надо Приблизительные сроки пока еще ясны, не ясны? От такого собрания предпринимателей Для обсуждения Все зависит от активности предпринимателей То есть пока Вот я говорю, повторю, что Видел высказывание Андрея Альбертовича На Орле Ну и пока не буду говорить Но еще одна общественная организация Ко мне позвонила Если активизация пойдет такая То все зависит от бизнеса сообщества А вы-то будете выходить с этой инициативы? Имеете же право Давайте соберемся, ребят, просто на вас скажете Или не считаете нужным пока это делать? Пока преждевременно Я считаю, что, во-первых, ничего все еще не понятно Все непонятно еще Поэтому там каких-то нет Просто сейчас призывать Давайте соберемся, обсуждаем Ну, я считаю, что пока преждевременно Еще один вопрос, связанный с губернатором Как, на ваш взгляд, эта история Скажется на экономике нашего региона На тех инвестпроектах, которые реализуются На потенциальных инвестпроектах Для кого же не секрет, что губернатор активное участие Принимал, встречался Помните, да, вот на Петербургском экономическом форуме С итальянцами была достигнута договоренность О строительстве в нашем регионе Небольшого металлургического предприятия Стоимость, по-моему, 14 миллиардов рублей Нет, я прекрасно помню Как в 2009 году Я пришел с проектом строительства Макдональдса Именно к губернатору И что дальше было Какая была поддержка, не поддержка Были определенные, так сказать Заверения Что будут помогать Или не будут помогать Поэтому понятно, что Много договоренностей завязаны Были на губернатор Понятно, что часть проектов Эти договоренности исполнялись? Конечно, исполнялись Ну, потому что Макдональдс-то есть В итоге По разным причинам он есть Поэтому понятно, что Если были личные договоренности Губернатора Которые не успели Ложиться в какой-то документ Или в соглашение Или в частное государственное партнерство Как они дальше будут продвигаться Если кто-то из замов в курсе Если кто-то курировал Это просто Обычно всегда губернатор приглашал На такие мероприятия Обязательно курирующего зама С главным взаимогласом За редким исключением По-моему, один раз За это время Я был, наверное, раз 5-6-7 Может быть, на премию губернатора Один раз только мы с ними Разговаривали И то Все вопросы, которые Когда приносишь Что-то получается курирующий зам Поэтому Я уверен, что Пока все процессы будут идти Как есть Что будет дальше Дальше поживем Ну, вот ту же самую точку зрения Сейчас вы сказали Процессы будут идти как есть Ту же самую точку зрения Накануне Здесь у нас в эфире Мы беседовали С Альвом Шварцблатом Руководителем Лиги предпринимателей Кировской области Он тоже выразил надежду Что будут продолжаться Инвест-проекты Те, которые уже запущены Будут реализовываться Хотя есть и другая точка зрения Ее высказал, в частности Руководитель экспертного совета При журнале Товар-денеги-товар Андрей Зорин Он считает, что Практически 100% вероятность Есть того, что Будет некая заморозка Прокомментируете? У каждого свое мнение Я не собираюсь опровергать У меня есть мнение Что процессы пока будут идти Будут ли приходить новые На новые, наверное, есть вопрос Просто любой сейчас инвестор Будет присматриваться Что дальше случится С кем вообще договариваться То есть Понятно, что Вечно Исполняющей обязанности Не будет Вопрос Когда все Так сказать Разрешится Я думаю, что Часть инвесторов Новых Которые бы Пересматривались Киросколы Здесь, наверное, процесс Вот новых Наверное, остановится А привлечение инвесторов Ваши обязанности Входят или не входят? Привлечение не входит Но я декларировал Что я защищаю Не только предпринимателей Но и инвесторов Ну, это же те же предприниматели Люди Люди с деньгами Которые хотят Вложить Организовать Бывают Частые переговоры И Не так давно Приезжал Чешский представитель В банк В один из наших И, в общем-то Я участвовал В один из наших Местных Банков Фериалов Да, банков Я не буду называть Чего как Но я участвовал То есть мне Иногда приходится Это делать По обращению Предпринимателей Чтобы как-то Усилить позицию Их переговор Усилили позицию В данном случае Предприниматель Благодарен А уж Как проект Пойдет По живому виде То есть Он еще Как-то двигается Какого рода Проект Можно приоткрыть Какая сфера Это производство Это производство Производство Хорошо Небольшая пауза У нас сейчас После чего Продолжим особое мнение И сегодня Это особое мнение Андрея Вавилова Уполномоченного По защите прав Предпринимателей В Кировской области Сейчас хочу поднять Пожалуй Одну из самых резонансных Или может быть Самую резонансную Тему Которая сейчас обсуждается И среди бизнеса И среди Политиков Чиновников Депутатов Я имею ввиду поправки В закон о торговле 24 июня Их одобрил Госдума А 29 июня Накануне одобрил Совет Федерации Несмотря на то Что крупнейшие сетевые магазины Просили председателя Совета Валентина Матвенко Не принимать эти поправки По мнению Ассоциации Компании Розничной торговли Туда входят крупнейшие Сетевики В том числе Ритейл групп Икс 5 и так далее Так вот По мнению ассоциации Принятие этого закона Вызовет падение Производства И загрузки Производственных Мощностей Закрытие Или поглощение Мелких предприятий Более крупными игроками Рост издержек Падение продаж Как розничных сетей Так и отечественного Производителя Сокращение ассортиментов В магазинах Сокращение рабочих мест Снижение общей Прибыльности Торговых сетей И налоговых отчислений И так далее Вот такая Катастрофическая картина Рисуется От этой ассоциации Вы уже ознакомились С поправками Просто я хочу далее По пунктам пройтись Некоторые Зачитайте Да, ну вот в частности Снижение С 10% До 5% Той выгоды Которой получает Сеть От Стоимости Товара За дополнительные услуги Например за продвижение Продукта В частности Выгодное размещение На полках Вот сейчас 10% Будет 5% Будут меньше получать Ну послушайте Ну вот есть договорные отношения Между посвящиком и покупателем Как бы мы их не регулировали Пока экономически Не будет выгодно им работать Они Не будут работать Будут экономически выгодны Значит будут работать Но если мы умное государство И нам нужно все-таки Регулировать часть рынка Но у нас есть программа Поддерживать продажу Вятского Вятского Поэтому Вятские покупают Вятского Да Что-то такое Поэтому Только мотивационные модели Могут Бизнес будет считать Как ему выгоднее Значит Участвовать в мотивационной модели Либо оставить все как есть Я считаю Что преждевременно Сырые вещи совершенно Так они Они должны уже Вот-вот подписаны Да с нами никто не обсуждал Опять толком С бизнесом С обществом Никто не обсуждал Вот Все как-то вот так Все как позавчера Я Все-таки Я Бизнесмен на самом деле То есть Несмотря на то Что все занимает Должность уполномоченного Ну по крайней мере В душе я бизнесмен Я считаю Что любая нормальная Предприниматели Могут всегда договориться И вот какие бы законы Там регулирующие Не придумывали Наверху Пока не будет Нормальной мотивации Взаимодействия Между сетями И поставщиками Этого не случится Чего бы мы не написали Какие бы мы законы Конечно Можно все зарегулировать Можно все запретить И так далее Запретные методы Но должны быть другие Экономические Работать Все-таки инструменты А не Запретно-принудительные Они не работают Бизнесом Эти модель Это бы не первый раз И не первый год Это повторяется И на одни и те же Грабли В этом отношении Да? Да, к сожалению Когда мы На федеральных Совещаниях Обсуждаем С уполномоченными Регионов Те Я бы сейчас Не спешил Хотя Думе Наверное Там уже Последнее заседание Было 24-го Было Да То есть Кто-то что-то Отчитался Кто-то что-то сделали Нет Вот лично мне Как Человеку Понимающему Процессы торговли Все-таки Я 14 лет Этим занимался Я считаю Что Пока это не сдвинет С мертвой точки То есть Не сдвинет Все-таки Та проблема Которая у нас Существует В маленьких Населенных пунктах Если Какой-то небольшой Предприниматель Делать пельмени Как ему Продать Допустим Вот Или в сети Или вообще Продать То есть Он должен Сделав 100 килограмм Пельменей Держать в город Киров Да ему некогда Это делать Ему дорого Это сделать Поэтому У нас была Одна из Резолюций Круглого стола Все-таки Попробовать И Валерий Николаевич Туруло Постоянно С этой тематики Выходит Как от Малых Товаропроизводителей Комитетов Председателей Да Председателей Комитетов Как до стола Кировских Вятских жителей Кировских жителей Привезти этот товар Я Как раз Участвовал Облпотребсоюз Участвовал Заместитель Директора По экономике И я Глядя на них Ну так С вухты в барах Предложил Давайте мы С вами Попробуем Может быть Какое-то Экономическое Взаимодействие Выстроим Может вам Облпотребсоюз Будет выгодно То есть Построить Такую модель Чтобы вам было Все равно машину Гоните С продуктами Туда Вообще Облпотребсоюз Строился Как закупочный Изначально Так сказать Обратно Везите То что там делают Вот я был Как-то в гостях Татарстане И там Главный Лозунг Облпотребсоюза Это Свежее мясо Ну как-то Ну как-то Сейчас Дословно Не помню От фермеров От фермеров Там Условно На стол Но там Существует Республиканская Серьезная Программа Да Там до сих пор Закуп Работает Ты вырасти Этого Бычка Этого А дальше Это не твой Геморрой Не волнуйся Ты это Сопродаж Я знаю Что в резолюции Вот Форума Принимательства На вятке Это осталось Естественно Я думаю Что в обозримом Будуще Мы проведем Такое совещание Поэтому Я Осталась проблема Как малому бизнесу Реализовать свой товар Через сети Через облпотребсоюз Еще через кого-то Через местные сети Но Эта проблема есть И Ее Совместно Можно решить Вне зависимости Там Заставлять кого-то Не заставлять 5-10% Так 0% 20% Это не та суть Если Я предприниматель Я все равно Придумаю Как свои Там Или 10% Получить Не через это Так через это Завтра еще что-то Придумаю Скажу что у меня Надо стеллаж Амортизировать Или покрась мне стеллаж Он скажет Да не буду Да дай мне денег На стеллаж В итоге все равно Свои деньги получу Если я Захочу Сколько получать Давайте еще пробежимся Вкратце Хотя бы По этим поправкам Закон о торговле Который Напомню Уже одобрил Совет Федерации Сейчас речь идет О подписи президента О подписании Этих поправок Президентам И кстати сейчас Президента просят Чтобы он не делал этого Потому что Серьезные изменения Не в лучшую сторону Так вот Торговая сеть Согласно этим Этих поправок Будет считаться Не только сетевые магазины В привычном понимании То есть В одной цветовой гамме Одна вывеска Одно название Но и любые Магазины Принадлежащие Разным владельцам Но у которых Там своя логистика Свои поставщики И антимонопольная служба Понимает Что это В общем-то Одни и те же люди Это тоже сеть Вот как вам такое Новшество Ну Мне кажется Что это Совершенно субъективная Будет Субъективная Оценка Выявления сети Каждый человек Если там Два брата Когда-то Создали сеть Вдруг у них фамилия Совпадает И начнется А они родственники Не родственники Муж-жена Бывшая муж-жена О господи Ну Ну Я не поддерживаю Просто не поддерживаю Еще одно новшество Будем переходить К другим темам За создание Дискриминационных Условий В сфере торговли Власти Будут Выносить штрафы Естественно Должностные лица До 40 тысяч рублей Юридические лица До 5 миллионов рублей Дискриминационные Условия И понимать Что хочешь Под этим А кто выявлять Будет Видимо Антимонопольная служба Ну Кстати К антимонопольной службе Такое достаточно Большое доверие Потому что Мы работаем давно И За понимание Есть Ну Штрафами можно пугать Вопрос До какой степени А сейчас штрафы меньше Вот Ну Не увеличены Нежели Озвучены Они увеличены Да Штрафами пугать можно Только Применять нельзя Мы же за то Что бизнес Бизнес Работал честно Не душите Да То есть Пугать можно А применять Нельзя И как же Наши поправки О том Что первый раз Не наказывать И так далее Антимонопольная служба Поправки Это на каком уровне Это ваше На всех уровнях Первый раз Не наказывать Первый раз Объяснять По поводу Взаимодействия С нашей Антимонопольной службы И управления По Кировской области Удаётся находить Общие У нас там всё хорошо И давно всё хорошо Мы практически В онлайне работаем То есть у нас Любое обращение Которое Идёт к полномочному Которое касается ФАС Но мало того Это же сверху идёт То есть Артемьев всегда Приходит на совещание Или его заместитель Вот у нас 10 июня Было совещание Общефедеральное Каждые полгода Проходит Всегда кто-то есть И всегда ответит На вопросы Достойно ответит Всегда есть ответы Готовы Я напомню Что это особое мнение Андрея Вавилова Уполномоченного По защите прав Предпринимателей В Кировской области Небольшой У нас ещё промежуток времени Есть до рекламной паузы Я тогда перейду К теме возможного Подчёркиваю Увеличения налогов Вы слышали Что определённая группа лиц Уверена в том Что после президентских выборов В 2018 году Налоги Будут увеличиваться Ещё в мае Появилась публикация О том Что Эта мера будет Вынужденной Увеличение налогов В частности НДФЛ Придётся сделать Прогрессивным Привязать его К размеру дохода Как Вы оцениваете ситуацию Ваши проблемы Нас уже Ничем не напугать Бизнес Ничем не напугать Потому что Ну живём Как на вулкане Все обещания О том Что нас 3 года Не будут менять 5 лет Не будут менять Ещё что-то Мы уже Ко всему готовы Поможет ли это Бюджету Не поможет Почему Потому что Предприниматель Сегодня Определённую Сумму В бюджет Платит Он её Несёт Почти последнюю Почти последнюю Больше он Придематель Придематель Работающий Полностью легально Сколько может Столько легально Вот он Сегодня платит В бюджет Государства Чтоб его не трогали Он больше За того что Законы приняли Завтра Нести не сможет У него Завтра что Рынок вырастет Или Покупатель Другой придёт А вдруг После восемнадцатого Года Министры Очитавшие Что появились Новые налоги Больше в магазин Пойдут Как Коррелирует Введение налогов С доходностью Бизнеса Никак Мы пытались Пенсионные Взносы До того Изуродовали Что Письма счастья Пришли Я вам докладывал Пятнадцати тысячам Предпринимателей Заплатить Один процент С оборота И так далее Предприниматели Обращаются Они уже давно И ЧП сдали С них Уже Многие Пенсионерами Стали Просто приходят Реально Не ревут Конечно Но С горечью Вспоминают О тех годах Предмайской деятельности Которые они Перед пенсией Провели Потому что Сейчас уже Будучи пенсионером С ними ещё Хотя Значит Поезд ушёл Ещё Тележку Прицепить Кто ещё Что-то должен Государствен Ну нельзя Так Нельзя Своих людей Обманывать Несколько раз Поэтому Какие Ну не будет Завтра Возможность Платить Больше налогов Что бы Там Не нарисовали Наверху А по поводу Прогрессивного НДФРа Да без разницы Был у нас Налог И на бездетность И прогрессивный Был я застал Ещё когда Десять Пятнадцать Двенадцать Было процентов Не вернее Двенадцать Пятнадцать Двадцать Двадцать Пять и тридцать Было процентов Я как раз Тогда только Начинающим Программистом Был И как раз Писал Первую программу По учёту Зарплаты Я знаю Что это Прогрессивный Налог Не надо Мне объяснять Я не объясняю Просто ваше мнение Моё мнение Что это Работать Не будет Не будет Потому что Денег на налоги Больше не станет Почему-то все Думают Что это Налог Зарплаты Ну Вот вы Внутри Предприятия Его всё равно Где-то Надо сначала Заработать Заработать Должны быть Либо рынки Вырасти Ну Что экономику Объяснять По радио Давайте займёмся Другим чем Неправильный вопрос Хорошо Давайте сделаем Рекламную паузу Ещё в порнологии После неё Опять порнологии Чуть-чуть продолжим Есть ещё одно предложение Очень интересное Снизить Да И сегодня Это особое мнение Напомню Андрею Вавилову Уполномоченному По защите прав Предпринимателей В Кировской Да уж что Мы не знаем Денис Наш звук Режиссёр Что-то не так Ладно Продолжаем Далее Про налоги Ещё хотел спросить Ведомости Опубликовали материал Вот о чём В правительстве страны Обсуждается возможность Снижения страховых взносов И с одновременным Компенсирующим Повышением НДС Это может и Вывести зарплаты Из тени И оказать поддержку Внутреннему производителю А также помочь Закрыть проблему Дефицита бюджета Один из чиновников Имя которого Не публикует Издание Он сказал Повысить НДС Можно было бы Минимум до 20% До 25% А страховые взносы В идеале снизить До 20% Как вам такой расклад? Для малого бизнеса Это не предмет торга Потому что малый бизнес Не платит НДС НДС выгоден тому Кто вывозит Экспортируя что-то Из страны То есть он его возврат Чем больше Тем лучше Вернее он всё равно Вернёт Поэтому Опять же Мы понимаем Кто сегодня что вывозит И наверное Скорее всего Естественные монополии Поэтому Знать бы фамилию Этого товарища Но малому бизнесу От этого очень плохо Поэтому Выясните В чём Где могут Сразу Где могут Всквозить Проблемы То сразу Ну Кому-то это выгодно Я не думаю Что здесь Связано Вот Напрямую Не знаю Надо глубже смотреть Потому что Ну нельзя Увязывать Пенсионные взносы С НДС Ну нельзя Разные вещи Это совершенно Разные вещи Всё-таки Пенсионный взнос Надо увязывать С тем С ответственностью Человека О том Что думает О своей пенсии Это никак Не связано С НДС Ну не надо Вот эти вещи Совершенно путать То есть Если человек Получает Часть зарплаты В конверте И не беспокоится О том Что он не говорит Своему работодателю Ведь всё равно Есть две стороны Да То есть Человек получающий Зарплату в конверте Например Он знает Что Кто-то за него Работодатель Не перечисляет Пенсионные взносы Его это устраивает Сегодня То есть Он не думает О своём будущем Тогда Вот там Один депутат Госдумы Всех заставит О себе думать Я думаю Что пока нет Кстати По поводу НДС Ваш Единомышленник Азиз Агайев Выступает За то Чтобы Отказываться От этого Налога Вы Какой позиции Придерживаетесь Все Обязательно Обязательно Должен Это преференция Если придумали Прималый бизнес Совсем Отменять Наверное Может быть Мы когда-то К этому И придём Но для этого Уровень жизни Другой Быть должен Наверное Государство Всё равно За счёт Чего-то Должно Содержаться За счёт Всё время Нефтяной То есть Всё равно Мы должны Сами Содержать Своё государство Бесконечно Продавать Свои сырьевые Ресурсы Налево И право И Долго Так не протянет Мы сегодня В программе Часто упоминаем Государственную Думу Которая Ещё раз Повторюсь 24 июня Отработала Всё ушла Шестой созыв Закончился Пять лет Как известно Нижняя палата Парламента Работала Вывод Сейчас В основном Отрицательный Или в основном Положительный Можете сказать В итогах работы Этого шестого созыва Запомнилось Что-то Яркое Как Со стороны Плюсов Так и со стороны Минусов Нет За эти годы Появился Институт Уполномоченного Госдума его Вообще Посыл президента Посыл президента Вернее Посыл был Малого бизнеса Создав Первого Уполномоченного Ульяновской области Спасибо Морозова Губернатору Дальше Нас услышали В любом случае Федеральный закон 78 Есть Появился Благодаря Государственной Думе Я могу Говорить За себя За то Что у меня На поверхности В целом В целом В целом В целом Пять лет Были И Крым И все Честно говоря Нелегкие Были годы Государство Сохранено Оно есть Оно В любом случае Развиваем Мы развиваемся Несмотря на Ограничения Я думаю Что твердую четверку Госдуме Я бы поставил Четверку Твердую четверку Поставил Помните Как мы Много С пеной у рта Обсуждали Всевозможные Законопроекты Которые Слава Богу Для вас По-моему Не стали Этими Реальными Законами Помните Законопроект О том Чтобы индексировать Зарплаты В коммерческих Компаниях Егоист Кстати Приняла Госдуму Ну Егоист Все-таки Сейчас Скептически К нему Относились Чуть-чуть Сгладили Все-таки То что Пообещали Сделали Отменили Дорожный Налог Не знаю Как бюджеты Региональные Сейчас С дорогами Но Поступают У меня нет Такой информации Это просто Если бы за Польской Рядом сидел Наверное Подискусировал И Есть вещи Которые Конечно Нам не очень нравится Платон Я имел ввиду Да Эгоист Я еще раз Про Эгоист Если же вернуться Там Они думают Что оно вот так По-другому Никак нельзя Потому что Нас толком Не спросили Если бы нас спросили Как учет Вести алкоголя Наверное Мы подискусировали Но вот они Это так Видели Видели так Нас не спросили Вариантов Не много Чтобы Приглашали Чтобы звали К обсуждению Вот именно С этой целью Борис Титов Ведет партию Роста А вы продаете Насколько я понимаю Ну я ведь Сегодня уже сказал Что не все Инициативы Которые Идут от нас С места Именно От пехмальского Сообщества Через Транслируются Через Полномоченных Регинар Не все Не все Наши Предложения Слышат Воздух Скорее Ну в общем Это позиция Основной посыл Основной посыл Что не все Слышат Много Время Тратится На итерации На уговаривания У меня такая же Процедура С нашим Законодательным Собранием То есть Мне приходится Часть времени Тратить Но это моя Работа Я не боюсь Ну я считаю Что слишком Много Время Тратится На все Эти Слышания Это очень Большие Сроки Мы можем Быстрее Двигаться При наличии Законодательной Инициативы При наличии Фракции При наличии Площадок Переговорных То есть Все таки Публичная Работа Должна быть Она Ну в Госдуме Она вот такая Депутат У тебя есть площадка И ты не депутат Поэтому Принято Такое Решение И Ее Движение Ой Госдума Много чего Интересного Напринимала В последнее время И вот опять-таки В последний Рабочий день Нижнего Палата Парламента Был принят Называние Пакет Яровой Или Яровая Председатель Комитета Государственного Думы По безопасности И противодействию Коррупции Слышали уже Да конечно Слышали В частности Сотовых операторов И интернет Компании Обязали хранить Информацию О разговорах Абонентов СМС И интернет Переписки Мобильные И сообщениях Кто кому Куда Отправил Число Время И тема По некоторым Оценкам Операторам Придется потратить На исполнение Новых требований Более 5 триллионов Рублей Естественно Услуги Самое первое Что приходит В голову Подражают Мобильные Связи И так далее Я так полагаю Что раньше Этим занимались Сами спецслужбы И всем Кому надо Они сами Хранили И по полгода И дольше И мы знаем Опубликованные Переписки Чьи это Еще что-то Сейчас решили Возложить это На Сотооператор Так видимо Виднее Вот оспаривать Или надо Не надо Давайте Это надо Дискуссировать С спецслужбами Что они хотели От этого Получается Что За каждым Гражданином Российской Федерации Будет В общем-то Это не слежка Но Возможность Всегда Посмотреть И спросить А что ты там Кому сказал Что ты Кому написал Если они считают Почему не слежка Это Свежка Ну Свежка Это когда В онлайне За тобой смотрят Когда в любой момент Могут поднять Задним числом То есть Полгода Человек должен На иголках Скажем Так я сегодня Сматерился Выпустим Микрофон Ой Меня записали Полгода Сидишь Ждешь Взяли Запень Не взяли Запень Тут проще Не только микрофон А просто Разговаривая По мобильному телефону Или отправляя СМС Как-то в мозгу У тебя будет сидеть Боже мой Так Это сейчас записано Все Владимир Давайте так Вот если бы сидели рядом Спецслужбы Я готов с ними Дискуссировать Какая была задача Вот так же Как по части законов Я всегда спрашиваю Какая мотивация у вас Зачем это надо Давайте вместе подумаем Может быть Как-то можно по-другому Если они решили так За нас Как бы И мы не успели Их переубедить Что можно как-то По-другому И может не за всеми Следить А может как на Радистане Что-то выявлять Какие-то там Позывы Какой-то Деятельности Нехорошей Как она у нас называется Террористическая Террористическая Если все общество Говорит Нет Мы сами террористов Найдем И обезвредим И вам принесем На белом блюдечке Вы за нами Только не следите Это тоже решение Вопроса Но мы наверное Должны Обществом Обсудить Бизнес В принципе Обществом Как мы будем Бороться с терроризмом Он есть Он есть И ничего с этим Не сделаешь И вот Спецслужбы так решили Что с ним Им вот так будет удобнее И снова запрет И снова штрафы Если те же интернетчики Уж так их назову Будут отказываться Помогать ФСБ Расшифровывать Данные Интернета Если они зашифрованы То будет штраф До 1 миллиона рублей Ну это вайбер Это все Да То есть Я говорю Какая цель Если цель Благая Вы знаете В Америке Куча денег Тратится бюджетом На информационный Государство Да Переложится ли В конечном итоге На каждого гражданина Да Сам еще и заплатишь За это Увеличат Тариф Сам Будешь Ах ты хочешь Говорить Плати Значит Тебя еще Там Ну ты По крайней мере Это честно А интересно Будет такой тариф Молчу Нет Без послушки Без прослушки Чтобы они Не попадали Туда Замешенные деньги Для кого-то Наверное Будет Думаю Что для президента Страны Наверное Будет Остается у нас Совсем немного Времени И в конце Программы Не могу не спросить Вспомнить В частности Публикацию В бизнес новостях О 28 апреля Да Она цитировала Газеты Цитировала вас А у меня Законодательной Инициативы Нет Сейчас первое Что буду делать Добиваться Чтобы у полномоченного Она была Рассказал На круглом столе По проблемам Микробизнеса В малых населенных Пунктах Полномоченный По правам предпринимателя Андрей Вавилов Слушайте Не передергивайте Что Неправильно написали Нет Ну было все не так Когда Я посетовал Что вот Был закон Который Но в который Никто из депутатов Не подписался Вносить поправки Я сказал Что Ну вот ситуация Такая Они говорят Тогда вам надо Это право дать То есть Позвольте То есть Говорю что Эта инициатива Не моя Но я уже говорил И говорю Эти слова Вы произносили Я не могу не включить Пожелания предпринимателей В резолюцию круглого стола Это предложение То есть Все предложения Обрабатываются Оно останется В резолюции Там есть Но я еще раз повторюсь Уважаемые депутаты Нового созыва Будущего Или текущего Или всех Которые мечтают быть Если мы с вами Не договоримся Как уполномочен Вы просто Этот закон Не примете Поэтому Если У нас Есть резолюция Круглого стола И это будет запущено Естественно Я надеюсь Что С данного Круга С данного Форума Кринансовой навятки Все что были Предложения Мы сейчас Уже будем проверять Как это делается И как это происходит Пока Мы все Не договоримся Что какая-то Поправка Депутатами Большинством Конечно Не нужна Никакие Инициативы Ни торгов Ни палаты Ни общественные Ни торгово-помышленные Палаты Ни уполномоченного Они не решатся Если депутаты Все не услышат Поэтому На самом деле Надо Чаще встречаться Чаще обсуждать И чаще Находить компромиссы Вот в этом И Всегда Сильно Предпринимательство Предприниматель Тот Кто умеет договариваться Это смысл Предпринимательской деятельности Наверняка Вы сейчас Держите В голове Конкретные Идеи Которые могут стать Законнициативой Надо решать На уровне региона Принимать закон Да До сих пор Нам не нравится Бизнес-сообщество 600-й закон Об ограничительных мерах Продажи алкоголя Ну не нравится он Есть малый бизнес Дополните Что это еще Это по времени По месту Да Пиво запрещено Продавать в магазинах Метров Меньше Есть у меня До сих пор Обращение То есть Есть и другие Поправки Которые мы Предложили Но их надо обсуждать Поэтому Вот Давайте договариваться Давайте вести диалог Если Они будут Выноситься На обсуждение Законсобрания То я так понимаю Это уже будет Новый созыв Да Нашего парламента Я думаю Что Посмотрим еще 21 июля У нас еще есть Вот как это 21 июля Что-то будет обсуждаться Ну пока готовим Успеем Успеем Не успеем Ну не успеем А что готовить это Сообщите Нет Давайте сначала Доделаем Я никогда не говорю Заранее То что еще То есть можете еще Не успеть сделать Нет Надо мало успеть Надо договориться Надо договориться Если мне скажут Что нет Мы Там Должно быть заключение Правительства То есть у нас Не только один парламент Еще мнение Правительства Должно учитываться Мнение Бизнеса Общества Отсутствие главного Купернатора Имею ввиду Тоже сказано Я надеюсь Что это не скажется Не скажется 21 число Вполне Вероятно Вероятно Что мы Через депутатов Выйдем С какой-то справки Завершаем на этом Программу Особое мнение Особое мнение Андрея Вавилова Уполномоченного По защите правопредпринимателей В Кировской области Давайте я это произнесу На хорошей доброй ноте закончим С юбилеем вас наступающим Да рано еще Еще целых 20 дней Да ничего Спасибо Всего доброго До свидания До свидания